С началом купального сезона возобновляют свою деятельность владельцы маломерных судов. Однако не все они следуют предписанным правилам. В целях выявления нарушителей на берегу был проведен рейд. В составе комиссии по проверке деятельности маломерных судов были сотрудники отделения милиции на водном транспорте, управление внутренних дел Гагарского района, государственная инспекция по маломерным судам, налоговой инспекции, работники управления по курорту и туризму администрации Гагарского района и депутаты собрания. Сегодня на учете у государственной инспекции по маломерным судам состоит до 500 различных плавсредств, осуществляющих извозы отдыхающих по морю. А подведомственная им территория по всему Гагарскому району достигает 75 километров от пансионата Мюссера до Абхазо-Российской границы. Наибольшее скопление маломерных судов наблюдается в центральной части города Гагара. И, как правило, нарушителей здесь немало. Комиссия выявила нарушения в области несанкционированных стоянок судов на берегу. В отношениях были составлены протоколы, которые со временем направляются в суд. Маломерным судам запрещено стоять на берегу. Для стоянки есть специально отведенное место в пятом микрорайоне Кемпинг. Именно туда все владельцы должны отгонять свои средства после рабочего дня. В ходе рейда были выявлены несколько несанкционированных стоянок по береговой зоне. Некоторые даже умудрились без наличия разрешительной на то документации с помощью спецтехники произвести выравнивание берега для дальнейшего его использования под стоянку. По поручению главы администрации города Гагра, сегодня у нас рейд совместно с ГИМСом, с администрацией, налоговики и сотрудники милиции Гагрского ОВД и отделения милиции на водном транспорте. В задачу входит то, что мы должны проверить все эти стихийные базы, так называемые, на предмет документации, кто работает, какое количество техники, в каком оно состоянии. Сегодня техники в Гаграх очень много, около 500 единиц подъезжают еще из России, работают. Порой они уже здесь просто не помещаются. Очень много жалоб, жалобы постоянно. Мы их привлекаем, но это очень сложный процесс. И вот мы стараемся с этим бороться. В итоге стоянку открываем на кемпинге. Там большая стоянка организовывается. И вот все вот эти стихийные стоянки, которые в данный момент в городе, должны перенестись именно туда.